И Западу надо готовиться к плохим новостям и очень сложным решениям. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Столкенберг. Это российская пропагандистка Ольга Скобеева. Если кто вдруг забыл, и только что на ваших глазах свершилось чудо, впервые в истории за целых пять секунд эфира она ни разу не соврала. Генсек НАТО действительно призывает Запад готовиться к сложным решениям и так называемым плохим новостям. Он, и не только он, пытается достучаться до почти миллиарда человек, проживающих в странах НАТО, и разбудить их, прежде чем они могут погибнуть от рук варваров и дальше пребывая в сладком сне. Привет! Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы поговорим о том, как изменилась эта война за прошедшие несколько месяцев, почему отныне эта война для всего НАТО, и почему прямо сейчас в срочном порядке это самое НАТО должно передать как можно больше оружия и боеприпасов Украине. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на нас, чтобы помочь победить в информационной войне. А это очень, очень важно. И давайте начинать. Американские войска будут воевать против российских войск. Это случится, если Путин решит напасть на какую-либо из стран-член НАТО. Даже не сомневайтесь. Наконец-то эти слова прозвучали. Раньше их пытались избегать. Думали, ах, как-то обойдется. Украинцы же очень изобретательны и крайне удачливы. Нам не то, чтобы воевать с Россией не придется, но даже и говорить об этом вслух. Но, к сожалению или к счастью, не тут-то было. Стоило всего лишь одной из шести крупных наступательных операций Украины не принести ожидаемого успеха, как в Белом доме пришли в тонус. Послушайте внимательно, какую логическую цепочку озвучивает президент США. Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. И здесь важно видеть именно эту долгосрочную перспективу. Путин собирается продолжать. Он дал это понять. Если он атакует союзника по НАТО, мы, как член Альянса, взявшие на себя обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО, будем иметь то, к чему не стремимся. И чего нет сегодня. Американские войска. Еще раз, американские войска будут воевать против российских войск. Это говорит президент США. Самый информированный человек на всем земном шаре. И вот тут возникает вопрос. Как же так? Всего несколько месяцев назад скорая победа Украины казалась безальтернативной. А теперь Джо Байден говорит о возможном поражении Украины и, как следствие, войне США с Россией. Начало июня 2023-го. Позади у Украины четыре феноменальных и триумфальных наступательных операций. Изгнание россиян из-под Киева, Чернигова и Сум. Бегство оккупантов со стратегически важного острова Змеиной. Позже их знаменитая перегруппировка в Харьковской и Луганской областях с марш-броском на 100 километров в тыл. И, наконец, знаменитый жест доброй воли россиян из Херсона, единственного областного центра, который им удалось захватить в ходе полномасштабного вторжения. Ну и впереди у Украины на тот момент еще одна успешная операция в виде изгнания так называемого Черноморского флота России из северо-западной части Черного моря. Но об этом на тот момент пока еще никто не знал. Тем не менее, даже на фоне первых четырех блистательных побед над когда-то второй армией мира, вооруженные силы Украины казались на Западе какими-то посланными с небес инопланетянами или архангелами, способными вообще на все, даже если из оружия есть только автоматы Калашникова и камни. Именно поэтому Запад на долгое время потерял бдительность еще после первых успехов. Ну, зачем им, украинцам, давать много оружия, если эти красавчики и так отлично справляются? Давайте лучше купим на эти бабки хорошего шампанского и поднимем бокалы за их прошлые и будущие успехи. С такой общей оценкой вооруженных сил Украины трудно не согласиться. Они действительно неоднократно творили что-то похожее на чудеса. Но дело в том, что на голом или даже почти голом энтузиазме можно выехать раз, можно выехать два, можно, как оказалось, выехать даже целых пять раз. Но на шестой раз выяснилось, что докремлевских маньяков, в отличие на тот момент от Запада, начало таки что-то доходить, и они стали сильно менять стратегию. Ну, как менять стратегию? Они буквально завалили интересующие ВСУ участки фронта минами и согнали на эти участки еще больше пушечного мяса. И вот теперь, когда ВСУ уперлись в беспрецедентную, невиданную до сих пор гору мин и этих зомби, на Западе пробудились. Как так? Ведь раньше все шло как по маслу. Что же стряслось? Мы так не договаривались! Если нынешние руководители большинства западных стран, понимая всю ответственность за происходящее, прямо говорят, не получилось, значит, помощи должно быть больше. Нам на Западе теперь нужно затянуть пояса и помогать еще сильнее. Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе. Германия должна быть даже готова к тому, что придется делать еще больше, когда другие ослабнут. Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. То есть и те, кто говорит совершенно противоположные вещи. Мол, одно из шести наступлений у Украины получилось не таким, как хотелось, а значит, Украине нужно перестать помогать. Эти персонажи делятся на три категории. Первые – это те, кто напрямую получает деньги от Путина и часто даже этого не скрывает. Господин премьер-министр, уважаемые коллеги, нам доставить удовольствие увидеться с вами. Вторая категория – это те, кто не факт, что получает деньги напрямую от Путина, но однозначно занимаются популизмом, чтобы, предлагая легкие решения, хайпануть, набрать политические очки и прийти к власти. Виктор Орбан. Кто-то слышал? Он, наверное, один из самых сильных лидеров в мире. И третья категория – зажравшиеся деньгами и свободой западные, так называемые, отдельные постлибералы или металибералы. Как хотите, так и называйте. Суть не меняется. Все эти три категории, сознательные или нет, являются пособниками террористов, потому что они помогают России в этой войне. Информационная поддержка в этом плане даже важнее финансовой, ведь в демократических странах решение власти зависит от мнения большинства населения, поэтому работа с этим самым населением и является сейчас основной картой, которую пытаются разыгрывать кремлевские маньяки. Именно поэтому я каждый раз прошу вас не забывать ставить лайки и подписываться на нас, чтобы правда узнавала, как можно больше людей по всему миру. Помните, что рекомендации Ютуба для этого видео зависят исключительно от вашей активности под ним. Поэтому если пока поактивничать не успели, сейчас самое время. Ну а теперь главное, что будет дальше? Что будет, если все эти обманщики вдруг победят? Если они таки сумеют убедить богатый, образованный, но очень уставший от чего-то Запад, в том, что то проще не тратить на защиту Европы от агрессора лишние 10 евро в месяц на душу населения. Лучше просто договориться с террористами и сдать им какую-нибудь часть Украины. Чтобы получить ответ на эти вопросы, нужно посмотреть, что прямо сейчас происходит с Владимиром Путиным. Поверив сказкам своих подручных халуев о том, что Украина в ходе контрнаступления потеряла чуть ли не весь свой военный потенциал, в результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов «Хаймарс», 13 крылатых ракетов, свыше 1000 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная. В разы. Более чем в 10 раз. У нас меньше, чем у противника. Старый маньяк поймал экстаз и теперь планирует новые свершения. Он думает, что проведя весной шапито, которое они называют выборами, якобы победив в этом шапито, Путин навсегда избавится от статуса дважды опущенного. И его ботоксная звезда снова высияет на всю Россию-матушку. Я вернулась с СССР, Владимир Владимирович, и я могу вам пожелать, что вы, наверное, самый счастливый президент. Потому что, если в вашей стране, ни монахи не жалеют своей жизни, ни те, кто пошли, потому что вы сказали. Но давайте смотреть правде в глаза. Пропаганда и интеллектуальные способности большинства россиян устроены так, что его, Путина, власть после весеннего цирка сможет укрепиться. Тогда у раззадорившегося деда, скорее всего, подразвяжутся верхние конечности. И он на своей вот этой псевдотриумфальной козе объявит в России тотальную, ну или во всяком случае, более-менее тотальную мобилизацию. Ну, мол, мы же воюем совсем на то. И вот теперь-то пришло время воевать по-настоящему. Все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. Но да, к тому времени нужно показать хоть какой-то результат. Именно поэтому российские войска с настойчивостью зомби продолжают штурмовать небольшой украинский городок Авдеевка, уже успев положить там примерно столько же своих солдат, сколько людей вообще проживало в этом городке в лучшие его годы. И, честно говоря, я подозреваю, что Путин таки положит на 30-тысячный город еще 1100 своих граждан и таки сможет его захватить. А пропагандисты подадут это своим массам не как крупнейшую демографическую катастрофу для России, а как великую победу российского оружия и военного гения Владимира Путина. Секретус вам скажу, да, обязательно будем это делать. Ну а дальше, для победы над Украиной в принципе нужно просто закидывать ее тем бесконечным мясом, которое будут уже в промышленных масштабах мобилизировать не только из забитых сел, но и из крупных российских городов. Страна, которая в 3,5 раза меньше России по населению и в которой каждая, каждая человеческая жизнь ценится в тысячи и миллионы раз больше, чем в России. Чисто математически такая страна не сможет вести такую войну годами, а вот если военная помощь Запада сократится, так возможно даже и месяцами. Именно поэтому Соединенные Штаты и союзники должны как можно скорее, ну буквально залить Украину поставками кассетных снарядов и тактических ракет. За счет этого потери вооруженных сил России еще до выборов так называемых можно было бы довести до таких значений, что никакую Авдеевку никто бы взять не смог и теперь уже самой России пришлось бы становиться в глухую оборону. В таком случае вот на этом весеннем цирке Путин будет выглядеть уже даже не как дважды, а как трижды опущенный пахан. Ведь он так воодушевленно целых девять на тот момент месяцев топал нижними конечностями и орал, что у Украины ничего не получается и получиться больше не может и что Россия будет воевать до самого конца. Ну а тут никакого конца и близко не видно, а у россиян два главных вопроса это когда же закончится эта война и когда же закончится эта треклятая мобилизация. Хватит это терпеть! Вот в таком случае, в случае невзятия вообще ничего до так называемых выборов и в случае реально более страшных потерь, чем сейчас, объявлять новую войну мобилизации хоть для войны со всем НАТО, хоть для войны со всей галактикой все равно будет как-то неудобно. Кассетные снаряды, выполняющие свою работу в тандеме с истребителями бомбардировщиками F-16 помогут удерживать планку российских потерь на правильном уровне. Если сейчас за сутки Россия теряет в среднем тысячу своих лучших сыновей, то с хорошо налаженными поставками этот показатель может вырасти в полтора-два раза. Но вот тут возникает другая проблема. Кассетные, как и вообще артиллерийские снаряды на Западе в большом дефиците, поэтому долго вести такую войну тоже не получится. В связи с этим самым оптимальным решением будет передать Украине столько тактических ракет, сколько нужно, чтобы полностью обескровить всю российскую группировку войск на юге, напрочь лишить ее логистики и открыть возможность для нового наступления Украины в 2024-м. А это, ну, как говорят профессионалы, как минимум около тысячи таких ракет. Замечательно, поразительно, гениально. Но вот, к сожалению, на Западе не все следят за этой войной так же пристально, как мы с вами, дорогие зрители и зрительницы разбора помета. Поэтому я прошу вас не просто делиться этим видео, но и лично словами убеждать своих знакомых, друзей, родных и незнакомых людей тоже, при случае в необходимости срочно дать Украине столько, сколько она просит для полной победы над Россией на поле боя. А это всего-то 300-400 миллиардов долларов. То есть примерно по 300-400 долларов на каждого жителя стран НАТО. Это много или мало? А теперь давайте расскажу вам, что будет, если всего этого не случится и помощь Украине будет сокращаться. Лишенные огневой мощи Украина будет вынуждена противостоять еще большему количеству россиян на поле боя. Как сказал президент Зеленский, воевать придется так, как в первые месяцы войны. Как вы знаете, в течение первых дней полномасштабной войны 24 февраля мы действительно были наедине. Это было сложно и очень трудно. Трагический период для нас и нашего народа. И вы видели, как это для нас было. нас почти оккупировали, но мы никуда не сбежали, не уехали и приняли этот бой. Поэтому, когда вы спрашиваете, возможно ли это делать без западной помощи, это возможно делать так, как это было тогда. Владимир Зеленский, президент Украины. Воевать воевать годами просто невозможно. Поэтому придется отступать все дальше и дальше. И в конце концов, Украина может быть вынуждена даже подписать с российскими маньяками какое-то подобие мирного плана под давлением некоторых на Западе. И вот тут, захватив новые территории, мы моделируем ситуацию, захватив новые территории, они доведут свои массы до полнейшего псевдопатриотического экстаза. И поддержка любых действий Путина вырастет до 80 и более процентов. Как это всегда бывает при якобы присоединении чего-то к чему-то. А с исчезновением или утиханием фронта в Украине у Путина еще и освободится около полумиллиона, а то и больше российских солдат. И вот как вы думаете, куда же они сразу отправятся? Сразу, чтобы, не дай Боже, не потерять вот этого пропагандистского запала по всей России? Правильно, в Латвию, Литву, Эстонию и, скорее всего, Польшу. И как вы думаете, смогут ли эти страны, которые отдали Украине уже, кажется, все свое вооружение, особенно страны Балтии, смогут ли они продержаться долго? Особенно, если к этому полумиллиону-миллиону российских зомби с боевым опытом присоединиться еще миллиончик-другой без опыта, но зато с нацистским запалом. Путин! Путин! Путин президент мира! Ура! Правильный ответ. К сожалению, против такого количества вооруженного а**а воевать крайне трудно, особенно, когда ты ценишь жизни своих собственных солдат. Так что, в случае даже просто замораживания фронта в Украине и уж тем более в случае, не дай бог, поражения Украины, российские солдаты будут стоять у ворот Берлина и Парижа уже через несколько месяцев. Но вот только я не припоминаю, чтобы вокруг Берлина и Парижа строились укрепрайоны для обороны этих прекрасных городов от варваров и маньяков с востока. То же самое, кстати, касается Рима и Мадрида. Абсолютно вся Европа рискует быть захвачена безумными зомби, если вовремя не очнется. Особенно, кстати, если к тому времени к власти в США придет Дональд Трамп и разрушит систему НАТО, как и планирует. И вот в таком случае самым страшным для европейцев стало бы даже не утрата собственной государственности, а то, что россияне будут с ними европейцами делать, захватывая их земли. Тот ужас, который произошел в Буче, Изюме и Мариуполе, может повториться в Европе в гораздо больших масштабах и даже в более страшных формах. Почему? Да потому, что к западным европейцам ненависти и зависти у россиян даже больше, чем к украинцам. Вы же внимательно все это время слушали речи Путина и его пропагандистов. Они ведут себя в отношении России крайне враждебно. Не скрывают этого, а общая цель тоже вполне себе очевидна. Уничтожение России с целью завладения нашими ресурсами. Если здесь они насилуют, заказают людям головы и воруют все, вплоть до унитазов, то, что они будут творить на Западе, мне даже трудно представить. Именно поэтому я хочу, чтобы вы все сейчас точно правильно меня поняли, правильно услышали и начали доносить эту мысль на всех площадках для всех категорий людей на Западе. С учетом всех тех факторов, которые мы с вами обсудили на протяжении этого выпуска, с учетом обстановки на поле боя, военных возможностей, НАТО, а также колоссальные роли информационной и дезинформационной с российской стороны составляющей вот в этой всей войне. С учетом всего этого, если Запад хочет жить, он обязан прямо сейчас понять, вооруженные силы Украины и только они являются единственным гарантом безопасности и спокойствия во всей Европе. Именно ВСУ, именно сейчас, именно под Авдеевкой, Бахмутом, Купинском, Лиманом, Работиным, решают судьбу всей Европы и всего цивилизованного мира. Ведь мы с вами сейчас разобрали только перспективу нескольких месяцев. Ну а что будет в перспективе нескольких лет? Активизируются ли дружки России такие диктаторские режимы, как Китай, Иран и КНДР? На волне российского успеха упустят ли они возможность показать всему миру, а особенно ненавидимым соседям, что демократия это якобы путь в никуда? Нападет ли Китай на Тайвань и Индию, Северная Корея на Южную, а Иран и компания на многострадальный Израиль? Захлебнется ли вся планета в крови и тотальной бойне? К сожалению, да. Именно поэтому прямо сейчас все должны прислушаться к настоящим мировым лидерам, таким как Джо Байден, Олаф Шольц, Йенс Толтенберг, Риши Сунак и многие, многие другие, кто не борится сказать своим людям, своим избирателям, что они обязаны подзатянуть пояса хотя бы немножечко, если они вообще хотят жить. И уж тем более, если они хотят жить в мире и достатке, а не в нищете, унижениях и средневековом бесправии. А такие, как Орбан, Маск, Трамп и их прихлебатели уже сегодня должны быть выведены на чистую воду. Все их реальные мотивы должны стать объектом пристального внимания правоохранителей и спецслужб. А тот бред, который они несут, должен блокироваться вообще всеми соцсетями. Поэтому я призываю вас принять максимально активное участие в нашей общей победе в этой войне, в том числе и в информационной войне. Так что хорошей идеей будет делиться этим видео с максимальным количеством людей. Отличной идеей будет писать свои собственные посты публикации с вашей позицией для вашего круга общения. Ну и просто гениальным решением будет задонатить вот по этому QR-коду на вооруженные силы Украины. Также известные как вооруженные силы цивилизации и вообще всего человечества. Каждый ваш доллар, евро, гривна, шекель это вклад в безопасность не Украины, а всей Европы. Победу цивилизации над мраком и выживанием всего человечества. До встречи в следующих выпусках разбора помета с Рождеством. Слава Украине! Продолжение следует...